Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все. Всем хорошего дня, друзья, в эфире программа «Наше все». И в студии с вами Андрей Козицкий и Антонина Юн. Хорошего дня вам желаем не только мы, но и наш генеральный партнер строительная компания «Водострой». Которая предлагает отличное жилье по самым доступным ценам. Мечта каждой семьи – своя просторная квартира. Строительная компания «Водострой» воплотит мечту в реальность. Квартиры в готовых и строящихся домах в Уссурийске по действительно доступным ценам. Возможно приобретение в рассрочку или ипотеку. Компания «Водострой». Ваш надежный застройщик. Совсем скоро состоятся зимние Олимпийские игры в Корее. И пусть наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, все равно призываем вас болеть за нашу сборную. Давайте пожелаем им удачи и будем следить за выступлениями наших спортсменов. Уверены, результаты будут не просто хорошими, а великолепными. Ведь российской силе воли не страшны никакие преграды. Буквально через пару минут в нашей студии появится гость, поэтому никуда не переключайтесь, будет очень интересно. Кстати, о силе духа, русского духа, об упорстве русских спортсменов снято немало фильмов. Да, и лучшие для вечернего просмотра посоветуем прямо сейчас. 2 сентября 1972-го. Монреаль. Хоккейная сборная СССР со счетом 7-3 побеждает канадца в стартовом матче эпохальной суперсерии СССР-Канада. Настоящая битва на льду, что изменило представление о хоккее, а Валерий Харламов, забивший в том матче две шайбы, взлетел на вершину славы. Только все это кульминация истории. Главное, фильм повествует об упорстве, спортивном таланте и становлении легенды под номером 17. Его называли «Чемпион чемпионов». О силе и волевом характере русского борца слагали легенды. Режиссер Глеб Орлов собрал этого едино в биографической драме «Поддубный». Простой деревенский парень, работающий грузчиком, стал шестикратным чемпионом мира по французской борьбе. 50-й великий борец играючи одолевал молодых атлетов, а в вопросах чести и справедливости не знал компромиссов. И только любовь смогла уложить русского богатыря на обе лопатки. Еще одна драма «Чемпионы». Пять новелл, в основе которых спортивный путь наших спортсменов. В первом фильме реальная история о жизни и победах биатлониста Николая Круглова-младшего, фигуристов Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, сноубордистки Екатерины Илюхиной, хоккеиста Ильи Ковальчука и конькобежки Светланы Журовой. В чемпионах переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение и труд, вера в себя и в победу. 18 февраля 2016 года в прокат вышло продолжение спортивной драмы «Быстрее, выше, сильнее». Уточнение, ведь второй фильм режиссер Артем Аксененко построил на реальных фактах из жизни пловца Александра Попова, гимнастки Светланой Хоркиной и борца Александра Карелина. Есть победы, которые меняют ход истории, победы духа страны и всего мира. Таким триумфом стали легендарные три секунды. Выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой Мюнхенской Олимпиаде 72-го. Никто и подумать не мог, что возможно обыграть непобедимых американцев. Никто. Кроме советских спортсменов. Золото Олимпиады 72-го года – это первая в истории олимпийская победа отечественных баскетболистов. О ней в автобиографической книге «Движение вверх» написал баскетболист Сергей Белов. Эта история легла в основу фильма. Кстати, «Движение вверх» еще можно посмотреть на большом экране. В репертуаре кинотеатра «Россия» фильм до 31 января. Друзья, в эфире по-прежнему программа «Наше все». Андрей Козицкий и Антонина Юн в студии. И к нам присоединился, пусть не олимпиец, но рекордсмен Владимир Беляхин. Рады приветствовать вас, Владимир. Здравствуйте. Итак, у нас сразу будет очень много вопросов, Владимир. Вот первый вопрос такой. Скажите, каково чувствовать себя пятикратным мировым рекордсменом? Забавно. Да никак. Так же, как я обычно чувствую себя просто единственное. Ну, больше людей обо мне знают. Все. Ну, вот как-то вот все равно, не знаю, это может быть на душе круче-круче, вот если вот когда-то знаешь, что я мировой рекордсмен. Или все равно все осталось так же по-прежнему? Ну, немножко, конечно, круче, но это опять же для себя, потому что стал больше известен. Вот в чем дело. Не хвастаешься? Нет. Ну, это хорошо. Вот подскажи, пять месяцев подготовки, один, без какой-либо поддержки в Московской области, и все-таки пять мировых рекордов ваши. Какая была обстановка, как реагировал зритель? Ведь болеет обычно за своих? Ну, если честно, там обстановка намного была, скажем так, дружелюбная. Даже когда на разминке начал разминаться, больше трех с половиной веса собственного начал приседать, 250 килограмм, уже люди начали замечать, когда на помост начал выходить. Много людей собралось, чтобы посмотреть, как я выступаю. Приморские болельщики были или... Нет. С Дальнего Востока вообще никого не было. Вообще никого не было. Ну, вот одно из званий «Элита России» звучит вот гордо. Что это за звание? Что нужно для того, чтобы получить такое звание? Ну, на самом деле, это много терпения, скажем так, много времени, подготовки. Самое главное – тренироваться и терпение. Потому что, если будешь больше, скажем так, стремиться к чему-то, добьешься большего. То есть, ну, если упорные тренировки, то всего достичь можно? Конечно. Ну, вот, да, говорит он, спрашивай. Спасибо. А подскажи, вот любой человек может участвовать в таких соревнованиях? Ну, скажем так, может любой выступать, но, допустим, он займет последнее место. А, ну... Потому что там же мировые соревнования, уровень очень высокий, только люди с большими результатами туда ездят. Ну, а вообще заявиться может любой, да, любой желающий, получается? Или всего какого-то отбора определенного нету? Нет, пока отбора никакого нету. То есть, они стараются, наоборот, популяризировать этот спорт. Нет, ну, вот, то есть, к примеру, первый раз, если поехал, все равно займешь где-то там. Вот Андрюша у нас поедет. Ну, на меня посмотри, доехать для начала. Да, мне кажется... Да мы тебя отвезем, не переживай, мы будем болеть. Меня будут звать выходить уже, а я сижу с шаурмой и думаю, зачем? С тибупелями. С тибупелями. Ну, вот, а вообще сколько вот времени ушло на подготовку? Ну, у меня, допустим, пять месяцев ушло на подготовку. Пять месяцев. Вот, вот с меня бы вышел бы путанный спортсмен все-таки? Я скажу так, с каждого человека, допустим, спортсмен, он бы получился. Просто, опять же, терпение и стремление. Ну, то есть, в любом, ну, не поздно начинать в любом возрасте? Вот, на 26 не поздно сейчас начать. Если честно, там даже мужчина выступал. Ему было 62 года. Он делал становую тягу и он выглядел на 45 лет. То есть... Спорт молодит. Вообще, это просто было совершенство. То есть, он так красиво выполнял, тяга, 240 килограмм, для его возраста, это было вообще, он еще легко поднял. Ну, вот, с чего стоит начать? Вот, как можно, да, сейчас такое творожение, как сделать себе руки-базуки без синтола? Вообще, возможно ли это сделать? Не, ну, скажу так, как бы, я сразу вспоминаю этого, скажем так, человека, забавно. Ну, сейчас на человека он не похож. Ну, руки-базуки прям, большие руки не получится сделать, но... Что такое силовые тренировки и, допустим, объем, это совсем разный тренировочный процесс. Вот в чем дело. Но больше можно, допустим, сделать мышцы. Хорошо. Однозначно. Может быть, подскажешь нашему Андрюше, как ему все-таки стать спортсменом великим с базуками руками? Пару упражнений, может, стать? Пару упражнений, ну, Владимир принес с собой гантели, и я готов. Я готов приступить прямо сейчас. Расскажите. Как говорит нам наш режиссер, расчехляйте гантели. Вот я их взял, они очень тяжелые. Пять – это не килограммы, это центнеры. Какие упражнения вообще стоит начать делать? Может быть, отдам? Может быть, отдам, да? Нет, давайте я лучше покажу, потому что это надо будет рассказывать и показывать. Хорошо. Проще давайте начнем с вами с рук, да, как мы начали разговаривать руки-базуки. Хорошо. Поднимайте руки вверх. Руки вверх. С гантелями, да. Так, выше. Выпрямляйте. Животик у меня вываливается. И сгибаем в локтевом суставе нозы голову. Плечевая кость у вас находится выше. Поднимайте выше. Да. То есть выпрямляете полностью. А, вот так вот, да, делаем? Локти ни в коем случае не выпрямляйте. Вы прямо сделайте. Плечевая кость у вас должна быть 90 градусов. Вот так. Или как? Нет, выше. Выше, выше, выше. Вот, да, со мной вы намучитесь. Растяжки не хватает. Растяжки не хватает. Давайте я тогда покажу. Оп. Итак, ну давайте. Доверим дело профессионалу. То есть выпрямляете руки вверх, сгибаете в локтевом суставе. Опускаем и за головой. Все. Хорошо. Какие еще вот есть упражнения помимо этих? Может попробуешь это сначала? Я попробую все. Сначала я выберу самое легкое для себя и начну пробовать. Итак. Можно, допустим, сделать именно на трицепс в наклоне. Так. Это как? Это упираемся с вами на что-нибудь. Так. То есть либо на стол. Наклоняем корпус больше. Плечевая кость у вас параллельно корпусу. Так. То есть локоть немножко приподнимите. И выпрямляем в локтевом суставе. Вот так. Да. Сгибаем и выпрямляем. Тоже так же работаю с вами на трех главных. Ты не упирайся сильно. Сейчас стоишь. Я чувствую, как я стал сильнее. Сейчас если ты будешь пить мышцы, растут. Мышцы растут. Скажи, как вообще пришел к спорту? С чего начинал? На самом деле я учился в институте, в сельхозяйственной академии. Как бы первый год я в учебе занялся. Но ко мне подошел именно преподаватель, предложил заниматься именно, попробовать пауэрлифтингом. Ну, решил попробовать. И как-то месяц позанимался, выступил на первых соревнованиях, втянулся и начал заниматься дальше. Какой был первый вес? Да? Вес собственный или на штанге? На штанге. На штанге. Ну, при собственном весе я тогда весил 55 килограмм. Я на первых соревнованиях присел 120 килограмм. Пожал 70. И тяга 100 килограмм была. Тяга становла. Достаточно круто. Это был первый спорт, которым вы занимались или чем-то еще до этого? До этого я занимался карате. До этого дзюка. Какой пояс по карате? Опасные люди. Черный. Черный пояс по карате. Первый, да. Как и думали, хамить не стоит. Вот, да? Новички часто усердствуют с тренировками и живут в спортзале. Но, как нам известно, опытный смертный, когда мышцы растут, когда отдыхают. Так, вот если новичок, вот как часто нужно посещать вообще в принципе спортивный зал? Как долго должна длиться сама тренировка? Ну, я скажу так. Дело все в том, что если, допустим, именно вы занимаетесь силовыми, то есть входите в тренажерный зал, максимум 3-4 раза в неделю вам вполне хватит. Достаточно. Да. Ты даже одного не ходишь. Ой, кто бы говорил. Я вижу, что, впрочем, каждый день. Ну, понятно, это твоя работа. Итак, что еще хотелось? По времени. По времени сколько? По времени сколько, да. По времени для новичка хватит буквально 40 минут. 40 минут? Это мне подходит. А каждый день заниматься не стоит? Если нагрузка, она идет, получается, 3-4 раза в неделю вы занимаетесь в тренажерном зале, а все остальные занимаетесь, допустим, другими. Это либо бассейн, либо кардио, то есть в этом, для того, чтобы именно мышцы отдыхали. Хорошо. Ну, у Тони сегодня было очень много вопросов, она меня расспрашивала. Я хотела спросить, Толя, спрашиваю, что ты хотела узнать больше всего? Ну, тебя спрошу. Давай, спасибо. А вы очень опытный спортсмен и готовясь к соревнованиям, сколько времени проводили в зале именно вы? Какое должно быть питание с этими тренировками? И вообще стоит ли питаться? Вообще, в принципе, есть. Обычной едой или может какой-то рацион специальный? Забавно. На самом деле, я как бы с питанием прям, ну, досконально... Не дружить. Да. Как Андрюшка. Потому что работа и заниматься спортом, это будет тяжело совмещать, допустим, даже режим и все остальное, то есть очень тяжело. Простая пища. Единственное, только когда вот именно подготовительный период оставался месяц, мне надо было именно весовую категорию соблюдать. Поэтому я там придерживался именно строгое его питания. Хорошо, но вот... Что не скинуть. Мы знаем, что вот, Владимир, вы хотите попасть на отборочный турнир на Олимпию среди профессионалов. Вот уже начали готовиться? Нет, пока еще не начал, с февраля уже начну. А сам когда, само начало соревнований? С 25 по 27 мая. Мая. А, то есть время еще будет предостаточно? Это достаточно времени, чтобы успеть подготовиться? Ну, так. Немножко. Немножко. Ну, здорово, что, можно сказать, что будем желать удачи, болеть за вас. Спасибо большое, что рассказали и показали все на личном примере. Будем отправлять нашего Андрея на следующие соревнования. Ну, везде снова. Подготовим его. А вам удачи и огромных успехов. Да, и обязательно пишите, звоните нам, расскажем всем городу о ваших новых победах, друзья. Вот, вы никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся. Всем доброго времени суток, наши дорогие телезрители. В студии программы «Наше все» Андрей Козицкий и Антоний Найон. Кстати, друзья, не забывайте писать свои комментарии по поводу нашего эфира в соцсетях, что понравилось, что нет. Вот скажи, Андрей, ты хотел ли когда-нибудь завести себе хаски? Ну, хаски, да, хаски очень красивые, хаски очень клевые. Хаски – это рэпер, как нам подсказывает в ухо наш режиссер, которого зовут тоже, между прочим, хаски. Ну, так ты можешь, кстати, его завести, у тебя уже есть уже две собачки? Ну, вообще одна, как бы, у меня второй кот, но он как собака себя ведет просто. Так я про что и говорю. Две уже есть, так что заводим хаски. Хаски легко обживаются на новом месте и хорошо подходят для квартирного содержания. Эта порода стала очень популярна благодаря своей необыкновенной внешности. На тебя сегодня упал словарь Ожегова просто, и Кирилл и Мефодий колотили тебя плетями. Я просто очень хочу хаски, и поэтому захлебываюсь этой волной хотения. Смотри, мы бросим тебя спасательный круг. Хаски может быть довольно своевольным и упрямым, но если вы займетесь его обучением из детства, характер собаки преобразится в самую лучшую сторону. Эта собака отлично ладит с детьми любого возраста и может легко стать для них самым лучшим другом. Ну, а более подробно про эту породу собак узнаем из нашей рубрики. Просим любить и жаловать любимец семьи Малыхиных – Флоки. Серый волк назван и в честь скандинавского героя сериала «Викинге» – красивый, добрый и игривый малый. Особый шарм придают глаза. От рождения у Флоки гетерохромия, то есть глаза разного цвета. Достаточно часто спрашивают, почему у него разные глаза, и обоими ли глазами он видит. Я сначала терялся, а потом стал спрашивать, а какой глаз по-вашему не видит. То есть голубой или карий. Пес необычный, потому и в семью попал. По-особенному. Чудесно. Мы попросили его у Дедушки Мороза, чтобы он привез к Новому году. Меня отвели на танцы, а потом забрали. Мне сказали родители, что у меня в комнате лежит подарок. Я открываю, там Флоки лежит. Малюсенький-малюсенький. Флоки не любят оставаться один. Когда хозяева отлучаются из дома, пес от скуки дразнит кота. Когда я прихожу, он берет меня, прыгает на меня и обнимается, как настоящий человек. Один раз я пошла гулять, и Флоки всю мою прогулку за мной наблюдал за кошкой. Уссурийские владельцы хаски ребята дружные. Частенько собираются вместе, чтобы собаки могли познакомиться и вдоволь наиграться друг с другом. С другими хаски он себя отлично ведет. Они бегают, играются. Мы выезжаем на загородное. Я его отпускаю с поводка, он бегает, резвится. Никакой агрессии в основном. Иногда только, когда сильно переиграют, бывает, что грызутся и дерутся. Но это редкость. Впервые на прогулку малыш Флоки вышел только в полгода. До этого пес приболел, и ему не смогли сделать нужные прививки. Как только малыш окреп, ветеринар сделал все необходимые процедуры, и долгожданное знакомство с улицей свершилось. Когда мы первый раз вышли на улицу, он боялся всего. Ветер подул, он тут же упал и к земле прильнул. Со временем, буквально на вторую или на третью уже прогулку, мы уже носились с ним чуть ли не по всему городу. Семья Малыхиных мечтает однажды запрячь Флоки в ездовые сани. Пока у него получается не особо. Однако для хаски это дело времени. Здравствуйте. Мы сегодня с вами поговорим об интересном экземпляре нашего музея. Это летопись студенческого строительного отряда «Сихота олень», оформленная отдельным альбомом. Как тогда была заведена вся эта ручная работа. Начат этот альбом в 1976 году. И мне особенно приятно сказать, что я тоже был бойцом этого отряда в том самом 1976 году, с которого началась его история. Жили мы в палатках в Шкотовском районе, недалеко от села Новороссия. Конечно, это была такая романтика, очень запоминающаяся. И студенты потом вспоминают много лет всю жизнь в строительстве отряда. Но мне тоже, конечно, все запомнилось. Работали на строительстве гидротехнических сооружений. Как я сейчас понимаю, тогда я не очень понимал, что такое гидротехническое сооружение. То есть это растительные системы для рисовых полей, рисовых чеков. Все это летом, в жаре, мы там загорели, поздоровели. И помимо всего этого, конечно, еще каждый строительный отряд, и Сихот и Олень был не исключением, в обязательном порядке ввел очень большую такую дополнительную работу. Вот они здесь представлены по страницам. Агитационно-профагистская работа, помощь сельской школе. Выезжали мы в Тихоокеанский на базу флота. Концерт давали, была, конечно, гидбригада знаменитая. Лесные молодцы, так назывались они, локальная институтальная группа. Шефская работа. Помогали в уборке картофеля и всяких других там овощей. Там окурцы, капусту убирали на близлежащих полях. В общем, вот я думаю, что ту цель, которую преследовали создатели этого альбома, тогда, когда они его начинали в 76-м году, она, конечно, достигнута. Вот он находится у нас в музее, и он является таким живым свидетельством того, что действительно строительные отряды у нас были. Друзья, время нашей программы стремительно подходит к концу. Но это не повод расстраиваться. Ведь вы всегда сможете посмотреть повтор наш программ в 8.00, в 19.30 и в полночь. Или в любое время на сайте Телемикс ТВ. Чаще пишите на социальных сети. Антонина, напомни, как звучит наш профиль. Наше все, нижнее подчеркивание, ТМ. Ставьте лайки и делитесь интересными идеями и событиями. Не забывайте участвовать в наших конкурсах и выигрывать крутые призы и подарки. В это холодное время года согревайте теплом себя и всех окружающих. Ну, а чтобы тепло точно никуда не ушло, обратитесь в строительную компанию «Водострои». Там знают толк в теплых квартирках. Сегодня компанию в эфире вам составили Андрей Козицкий и Антонина Юн. Никуда не переключайтесь, скоро встретимся вновь. Все, что тебя касается, все, что меня касается, Все только начинается, это наше все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok